По данным Росстата, одной из главных причин фактов случайной смертности среди населения нашей страны занимает непосредственно алкоголь. При этом ряд других видов происшествий также вызван воздействием этого типа депрессанта. Минздрав России уделяет данному вопросу большое внимание и организовал с 10 по 16 июля профилактическую неделю, направленную на предотвращение случайной смертности. В теме разбирался наш корреспондент Артур Мкце. Профилактические ролики наглядно демонстрируют, на какой вред для организма способен алкоголь. Впрочем, это лишь часть айсберга, с которым сталкивается корабль под названием «Жизнь человека». Дальше у нас уже идут различные травмы, ДТП, суициды, утопления и так далее. Но так или иначе, конечно, мы все понимаем, что первое место алкоголь занимает недаром, потому что все остальные, так скажем, статистические данные, они говорят о том, что да, все это тоже связано с потреблением алкоголя непосредственно. Для Карачаева-Черкесии, конечно, ситуация тоже достаточно серьезная обстоящая, как и во всех регионах нашей страны. То есть в целом мы с вами можем сказать, что у нас около 3000 людей, состоящих у нас на учете. Так или иначе, учетность связана с употреблением алкоголя. Немало автомобилистов нашей республики предпочитают садиться за руль, приняв изрядную долю спиртного, то ли для храбрости, то ли из-за отсутствия мозговой активности и понимания возможных последствий. Некоторые из них потом пытаются умчать подальше от назойливых полицейских, а после задержания ищут оправдание в сиюминутном помешательстве. Экспертами доказано влияние алкоголя на неадекватное восприятие действительности, агрессивное поведение и желание навредить себе или окружающим. Понимая серьезность проблемы, Минздрав России объявил неделю с 10 по 16 июля профилактической, направленной на предотвращение случайной смертности. Увы, алкоголь, он так влияет на головной мозг, на центральную нервную систему, что даже одна выпитая рюмка, она стоит, собственно говоря, концентрации внимания, теряется острота зрения, восприятие цветов, чувства реальности в принципе нет, то есть мы уже не можем себя контролировать. Плюс, конечно, у нас еще то, что касается алкоголя, смертность от контрафактного алкоголя. Мы все знаем, что тоже вот была буквально недавно у нас довольно серьезная ситуация в нескольких регионах, когда люди отравились контрафактным алкоголем, в котором содержался непосредственно метиловый спирт. Каждый раз, приобретая алкоголь, человек так или иначе рискует. Причем высокая цена и наличие акцизных марок вовсе не гарантируют качество товара. А значит, велик риск угодить в лучшем случае на больничную койку, не говоря о более серьезных последствиях. А такие тоже имели место. Специалисты считают, что человек ищет в алкоголе способ расслабиться или возможность уйти от проблем. Однако это путь в никуда. А ведь подобному часто подвержены те, кто считается будущим нашей страны. Именно родители, именно семья больше всего оказывает воздействие на ребенка. И поэтому, конечно же, мы не будем убедительны, если мы будем употреблять алкогольную продукцию и рассказывать о том, что это вредно для своего ребенка. Поэтому в любом случае изначально нам нужно самим отказаться. Ну а для молодежи, конечно, самое главное – это искать другую альтернативу, искать какую-то замену, чем занять свое свободное время, как еще вообще расслабиться, кроме употребления алкоголя. Неудивительно, что именно употребление алкогольной продукции Росстат ставит на первое место в списке причин случайной смертности в нашей стране. И только осознав все риски и последствия, принимая меры профилактического характера, предлагая людям куда более полезные увлечения, появится возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Махцера Сулбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.